Обновление 24.04.2024 принесло в игру Lineage 2 Essence большое количество изменений и одним из изменений это стал полный реворг магистра магии или же спеллсингера, как вам удобно так и называть. И сегодня я расскажу тебе подробно, кто же такой ММ, что на нем качать, какие скиллы нужны и что делать по бусту. Присаживайся поудобней, мы начинаем. Мир Lineage 2 Essence ждут большие изменения. Высшие эльфы в деле! Новая раса готова покорить Эль Мараден и твое сердечко. Сразу два новых класса. Надежный танк, божественный хромовник и повелитель стихии, меняющий сферы сил природы, как перчатки. Дальше больше успей подготовиться. Играй в Lineage 2 Essence на фо-гейме. Итак, начнем мы немножечко с истории. Да, ММ это у нас классический маг, которого многие помнят, которым многие играли. Я этого мага полюбил еще с открытия Essence, можно сказать, играл на нем практически со старта проекта. И корейцы его трогали всего лишь один раз. Реворг был полный всех магов. Тогда трогали и Некроманта, и Сорка, и СХ. Но вот этот реворг, который у нас пришел с обновлением, он касался только ММа и всех остальных элементальных магов, к сожалению, у нас не меняли. Так что, если вдруг вы фанат других классов, к сожалению, придется еще немножко подождать. Сразу скажу, что вот такой внешний вид, это благодаря трансформе, так как многие будут задавать этот вопрос. Она дается вам как облик достойного воина, если вы занимаете топ-1-3 место в рейтинге класса. Если мы откроем рейтинг, можно вот посмотреть, что я нахожусь на третьем месте, поэтому у меня есть такая трансформа. Ну и, конечно же, давайте начнем разбираться со скиллов. Скиллы это важная вещь, это важная и нужная тема, тем более для игроков Линейдж 2 Essence, я думаю, будет понятно, что не все скиллы важны для вашего, так скажем, приятного геймплея и для ваших особенностей игры. Так как, если вы ПВЕ-игрок, то некоторые скиллы вам просто не потребуются, поэтому надо поговорить о них поподробнее и рассказать, что же стоит учить, что можно точить и что вообще необходимо для того, чтобы ваша игра была максимально комфортной. Открываем наше умение и будем сейчас прям по ним полностью проходить. Волна воды это ваш основной скилл, который у вас будет доступен после второй профессии и будет у вас качаться вплоть до, если не ошибаюсь, 90-го левла. На 90-м левле у него будет последнее изучение. Далее у нас идет ваша масуха, также классическая водяные брызги, которая также учится до 90-го уровня и дальше она изучаться не будет. Ледяной вихрь, также классический скилл, апается последний раз на 84-м, атакует противника магии, мощность 194. Из вот этих скиллов на хорошем бусте вам ни один скилл не понадобится. Объясню почему. Волна воды имеет слишком маленькую мощность, он может использоваться, но при некоторых нюансах, о которых мы поговорим чуть-чуть попозже. Водяные брызги. Да, масуха, да, хорошо, два минуса, причем самых критических. Первое, мощность 118, крайне низкая мощность скилла. Второе, откат 7 секунд. Даже с хорошо разогнанным кдером вы будете слишком долго ждать, пока эта масуха откатится. Ну и ледяной вихрь, тут тоже все, я думаю, понятно. Да, вроде бьет больно, мощность 194, но очень большой откат. 30 секунд это крайне много для версии эссенс. Дальше у нас идет умение положительных эффектов. Это просто ваши бафы, они все нужны, все важны и все необходимы. Здесь, я думаю, только стоит заострить внимание на том, что если вдруг у вас нет орфена, об этом мы также будем чуть-чуть попозже говорить, что восстановление МП можно будет прокачать дальше, можно будет его подточить, но в корне это не изменит проблему и без БТМа вы стоять, к сожалению, не сможете. Обращайте на это внимание. По скиллам здесь все по классике. Учите с помощью книги мастера, естественно, легкую походку, проницательность учите также, магический барьер, дух берсерка и дикую магию. Все с помощью книг мастера вы должны проучить. Тайная мощь. Очень шикарный скилл, вам потребуются для него магические таблички, дальше он будет качаться бесплатно вплоть до 84 левела. В конечном итоге вы получите дополнительную маг-атаку 20%, ну и расход для МП для маг-умений добавится также, вы будете тратить на 5% больше МП. Что здесь важно? Он не такой классический, так скажем, как был в свое время на старых хрониках. Теперь это у нас баф, то есть его не надо постоянно при релогах зажимать, вы просто выносите на панель, ставите на автомат, и автоматом будет этот скилл бафаться, давая вам вот этот вот прирост. Далее регенерация маны, также можно будет юзать, если у вас нет орфена, но опять же критически это никак не скажется на вашей прокачке. Концентрацию я вообще в принципе не применяю, это возможно только, наверное, для ПВП. Данный баф будет вам помогать каким-то образом, но если честно, в нынешних реалиях я сильно в этом сомневаюсь. Славный Воин это у вас скилл, который будет даваться с 90-го левла и прокачиваться дальше, так что у вас на первых порах его просто не будет. Ну и Мистический Щит это та самая тоже классика. Блокирует 50% урона, оставшийся урон, вместо ХП поглощает МП. Эффект заканчивается, когда значение МП достигает нуля. Учится он у нас за 31 маг табличку, почему я не советую его учить, даже если вы хотите подраться, вы там настроены на ПВП даже на ранних этапах. Объясняю почему. Лучше всегда все-таки иметь с собой банки ХП. Они всегда есть, они в открытом доступе. Обычные банки, Мелисса, это уже не такая проблема для Эссенса. Но банок МП у нас нет. Они у нас покупаются только в одном месте. Это в клане и то в ограниченном количестве. Поэтому если вы в ПВП включаете этот скилл, вас быстро просушивают по мане, вы умираете, встаете, у вас нет маны. Вам надо будет либо с Орфеном идти бить мобов где-то, либо ждать пока ваше восстановление МП и все остальные ваши какие-то классовые пассивки, предметы и коллекции помогут вам отрегенить ту ману. В общем, вы будете терять драгоценное время. Поэтому юзать, ну, исключительно по ситуации, когда вы прям уверены, что у вас хватит ДПСа прожать вашего противника. Идем далее. Умение отрицательных эффектов и аномальных состояний. Оковы ветра. Дебаф, который понижает скорость атаки и скорость магии, а учится в последний раз на 84-м левле. Абсолютно юзли скилл, который не будет прокатывать у вас на 90-м левле, даже на 85-м, на 86-м, на ваши таргеты такого же левла. Он уже работать толком не будет. Можете, конечно, попробовать его покидать на мобов, но от этого тоже смысла особо нет. Далее. Снежная буря. Также вроде как мощность 190, вроде много. На 10 секунд скорость минус 50%, вроде неплохо, но КДР 30 секунд. В ПВП можете нажать один разочек, я думаю, что до следующего разочка ПВП уже закончится. Поэтому тоже исключительно ситуативный скилл. Слабость. Физатака мага атака минус 23%. Абсолютно точно так же учится в последний раз на 84-м левле, как и Окову ветра. И какой-то смысловой нагрузки для вас нести не будет, так как проходить будет крайне плохо и крайне редко. Магическая рана. Очень хороший скилл. Можно использовать как в ПВЕ на каких-то рейдбоссах или на каких-то толстых, прям серьезных мобах. Но зацикливать я его не рекомендую. Можно, конечно, попробовать поиграть именно через вот этот скилл, но все-таки не очень я его рекомендовал бы, потому что КДР 10 секунд это все равно долговато. И лучше нажимать его руками и использовать исключительно в ПВП. Далее у нас идут умения трансформации верховой езды. Это все те трансформы, которые вы будете получать по игре. Например, трансформа пирата, темного ассасина и светлого ассина будет выдаваться вам за 40, 50 и 60 левел соответственно. Трансформация белого стража вам ее придется покупать самому у других игроков, либо выбивать каких-то акций, там, ивентов, неважно. В общем, это не так необходимо. И также облик убийцы драконов. Он у нас выкручивается из особого создания за походы на Антараса, либо покупается у других игроков. Дальше у нас идут оседлать пегаса. Это конь, которого вам выдадут на 76 левеле. Просто конь для езды. Оседлать славного воина, сверкающий леди. Вы также будете получать за достижение левела этих коней абсолютно бесплатно. Ну и облик достойного воина. Я про него уже говорил. Если займете топ-1-3 место в расе, вы просто получите абсолютно бесплатно этот скилл, который меняет внешний облик. И дополнительно еще дает вам 300 хп. Умение восстановления. Самолечение, батлхилл наш и БТМ. Это все по классике. Это надо использовать на первых порах, если у вас нет орфена. Но конкретно как это правильно использовать, мы с вами чуть-чуть попозже поговорим, когда дойдем ближе к бусту. Об этом я скажу. Но скиллы абсолютно юзабельные. Абсолютно такой же набор скиллов у нас присутствует практически у всех элементарий, которые есть в игре. И даже я на некоторых своих персонажах использую эти комбинации, потому что они действительно на первых порах помогают. Далее у нас идет обнаружение. Это просто скилл, который можно выучить за 5 миллионов адены. В принципе, он есть абсолютно у каждого класса в игре. Вы можете выбить другого игрока с невидимостью. Если вдруг будете драться против каких-нибудь ножей с хайдом или просто персонажей с хайдом, можно попробовать его нажимать. Но это чисто пвп скилл. Разбить лагерь и печать правителя. Это все у нас относится к замкам, крепостям и прочему. В общем, это не так должно быть интересно. Далее у нас идут особые умения активные, но мы сейчас к ним вернемся. Давайте по пассивкам еще пройдемся. Все то, что вы здесь видите, достижение уровня умения славы будет выдавать вам за достижение определенных левелов. Поэтому то, что есть у меня, пока особо не смотрите. Это у вас все тоже появится абсолютно бесплатно. Просто, когда будете качаться. Далее у нас идет защита профессии. Тоже очень хороший скилл. Учится он на 76 левле. Требует он 5 миллионов адены. И с каждым левелом у вас будет добавляться физмаг защита. Однозначно стоит учить. Без каких-либо проблем. Только главное накопите достаточное количество адены. Мощь профессии. Учится на 80 левле. Добавляет физмаг атаку. Стоит 10 миллионов на изучение. Дальше изучение не требует. Также проучиваете один раз на 80. И каждый левел будет дополнительно вам давать по 20 физмаг атаки. Ну, небольшая, конечно, прибавка. Но тоже пойдет. Дальше у нас идут также классические бафы, которые в свое время не требовали руды. И в этом же обновлении 24.04 их перенесли просто в пассивные умения. То есть теперь их не надо бафать. Их не надо выносить на панель. Вы их просто проучиваете. И они у вас, как можно сказать, пассивки работают. Естественно, щит вам нужен. Его мы можем проучить. Даже с книгой мастера это на будущее также понадобится. Воодушевление также стоит проучить. И чистоту тоже стоит обязательно проучить, чтобы оно у вас было. Чистоту с помощью книги мастера на 4 левел я учить не советую. Потому что все-таки там будет расход МП для маг умений минус 1%. Это в корень никак не изменит абсолютно ситуацию. Уникальное умение. Эффект приношения магических доспехов. Увеличение скорости атаки, скорости магии. Бонус восстановления МП плюс 20%. Вот здесь вот очень внимательно надо смотреть на эффект приношения магических доспехов. Потому что в эссенсе, я думаю, вы знаете. Если не знаете, то я вам расскажу. Есть, например, сеты, которые при заточке на плюс 8. С и Д сеты. Которые при заточке на плюс 8 дают вам дополнительно мощность умений плюс 7%. Так вот, именно вот с этим сетом многие привыкли бегать. Особенно, когда у нас была эра СБ. Даже шилок. Многие специально надевали эти сеты, чтобы получить 7% мощности умений. Потому что это действительно много. Но я вам скажу так, что конкретно для ММ эта ситуация работает. Но вы слишком много потеряете в скорости магии. Обращаю ваше внимание. Сейчас на персонажа 2000 скорости магии. Что значит ношение магических доспехов? Это значит, что у вас должна быть тушка и штаны именно магические. Если вы какую-то часть замените на лайт, естественно, эта пассивка работать перестанет. Но перчатки, сапоги и шлем вы можете носить абсолютно любые. Хоть тяжелые, хоть легкие, какие вам больше нравятся. Итак, мы посмотрели, что скорость магии 2000. Если я просто сниму штаны защиты, ну, предположим, что я надену туда какие-то другие штаны. Будь то лайт, будь то тяж, не важно. Мы с вами теряем сразу же практически 500 скорости магии. На это тоже обращайте внимание. Если вдруг у вас есть мысль, что вот стоит надеть сетик цешный, там получить 7% мощности умений. Просто помните о том, что скорость магии вы потеряете. И потеряете ее очень много. Поэтому вот ММ очень сильно, очень сильно зависит от конкретно вашего шмота. Дальше идем. Дальше у нас владение зельями. Это также учится у нас за аденку пассивка. И просто ваши банки, которые стоят у вас автоматически, не будут восстанавливать большее количество хп. Владение атакой мага пассивка. Тоже стоит однозначно учить. Здесь, конечно, написано, что при использовании лука и древкового оружия скорость магии минус 30%. На это особо внимания не обращайте. Если что, луком вы вряд ли будете пользоваться. А древковое оружие это у нас копья. Ну и ММ с копьем или с луком, это, конечно, новая мета какая-то. Но таких я еще не встречал. Владение броней. Маг защита с сопротивлением маг урону. Физ защита, маг с хп. Тут все легко. То есть, если вы вдруг все-таки решили бегать в цешном сете, вы особо не будете обращать внимание на потерю скорости магии. Просто помните, что нижняя часть вот этой пассивки так же работать не будет. Ну и здесь всего лишь 120 физ защиты. И 410 маг с хп. Это не так серьезно. И если что, на это уже не стоит обращать внимание. Это не такая критическая потеря будет. Владение восстановлением мага. Бонус восстановления хп, мп и время перезарядки маг умений минус 20%. Тоже хорошая пассивка. Все пассивки, которые я сейчас перечисляю, стоит однозначно учить. Увеличение эффективности магии. Мощность маг умений 10%. Расход мп для маг умений минус 10%. Тоже все понятно. Она вообще качается на 50 уровне. Вы, возможно, даже не будете задумываться о том, что она у вас есть. Светлый разум. Это та же самая классика, которая восстанавливает вам мп, если вы стоите. Или при ходьбе увеличивает вашим периген. Можете выучить, можете не учить. В принципе, это не сильно будет сказываться на вашем персонаже. Далее у нас идут ускоренный прирост маны. Скилл учится у нас за маг таблички. Дает вам дополнительно 1500 макс мп и 330 маг атаки. И в зависимости от значения максимального мп дает бонусы к характеристикам. Ну и, соответственно, чем больше у вас маны, тем больше вы будете получать характеристики. Конкретно у меня сейчас 26000 маны, как вы видите. И я получаю вот дополнительно 400 маг атаки. Маг точность плюс 10. Шанс к атаке маг умений 10%. То есть, эта пассивка очень хорошая. И монопул однозначно стоит разгонять. Чем он у вас выше, тем больше вы будете получать количество бонусов с этой самой пассивки. Обращайте на это внимание. Далее у нас идут умения пассивные. Это, например, умения с клана. Клан, в который вы вступите, будет давать вам вот такие вот подобные пассивки. И, в принципе, это каким-то образом не будет сказываться. Точнее, это будет сказываться на персонажа. Но это пассивки, которые конкретно от вас никаким образом здесь не зависят. Кроме вот этих. Расширенный инвентарь. Это расширяется у нас с помощью купонов. Расширенный потенциал красок. Это покупается у нас книга определенная. Благословение от Сайхи. Уровень 4 уже это не нужно. Это уже пройденные этапы. И вы вряд ли об этом когда-то теперь вспомните. Так как теперь с Сайхи проблем нет. Поддержка покрытиества висит всегда. И вроде как корейцы полностью ушли от того, чтобы делать зависимость от Сайхи. Развитая торговля конкретная. Нужна она вам или нет. Не знаю. Если хотите, развивайте. Если будете сидеть на трейде. Но вроде как у нас полностью выпилили торговые лавки. Поэтому смысла нет. Расширенный склад также можете выучить. Если вдруг вам не хватает ячеек. Ну и божественное вдохновение. Максимальное количество положительных эффектов. Плюс 1. Вообще не вижу смысла сейчас учить. Потому что и так у нас маленькое количество скиллов и бафов. И другие бафы на вас накладываться уже не будут. Здесь у нас идет бонус от увеличения конкретно статов. Но к ним мы вернемся чуть-чуть попозже. Это что касаемо скиллов, которые изучаются либо полностью бесплатно. Либо требуют небольшое количество адены. Либо требуют маг табличкой. Теперь давайте перейдем к скиллам. Которые будут у вас доступны после 76 левела. И за которые уже потребуется отдавать книги. Итак переходим к умениям. Которые у нас завязаны на книжках. Зимняя кожа. Этот скилл заменит у вас ледяную кожу. Которая у вас есть. И которая дает рефлекс в 10%. Учить однозначно стоит. Он стоит всего лишь одну книжку. Однозвездочную. Это не так прям дорого. 15% будет отражать урон. Но помимо этого еще и скорость вам добавит. Плюс 10 у ММа со скоростью бега. Ну скажем так. Если мягко, то очень большие проблемы. Поэтому это хороший буст. Дополнительно даст еще и по 750 хп. И физзащита. Это тоже немало. И однозначно стоит учить. И при получении урона будет накладывать на тех, кто вас бьет. Эффект иния. Холод будет пробегать по коже противника. И парализовать его на 3 секунды. То есть вы будете это видеть во время прокачки. Что если будет у вас большое количество мобов бить. Какие-то из них будут просто превращаться в глыбу льда. И будут стоять 3 секунды. И вас не бить. Так что однозначно стоит учить. Зимний сон. У вас будет просто сон. Который можно будет за книгу 2 звезды проучить. И он станет вот зимним сном теперь. Раньше назывался крепким сном. Теперь зимним сном. Действует 5 секунд. Это обычный слип усыпляет цель. И какое-то время цель не проснется. Даже если ее атаковать. То есть вы накладываете слип на кого-то. Можете несколько ударов сделать. И цель все равно не выйдет со слипа. Как это было раньше. И было всегда. Но скажу сразу. Что слип проходит не так часто. Как хотелось бы. И наверное в 90% случаев. Цель все равно проснется. После 1-2 ударов. Поэтому сильный. Конкретно вас это в какой-то ситуации. Может спасти. Только если вы там сможете убежать. Например от своего таргета. При накладывании этого самого сна. По большей части. Это естественно пвп скил. В пве его использовать. Если можно. Но наверное в каком-то 1% случаев. Очень-очень редко. А так просто пробовать его в пвп нажимать. Дальше идет самый главный ваш скил. Мистический взрыв. Он у вас будет называться мистический взрыв. У меня он называется мистический взрыв реликт. И сейчас мы о нем поподробнее поговорим. Скилл у вас будет называться. Книга вам нужна будет для этого скилла 3 звезды. Называться она будет взрыв стихий. И это просто шикарный скилл. И будет вашим самым основным скиллом. Объясню почему. Если мы будем сравнивать например со скиллом. Который у вас также является соло таргетным. Волна воды. У него мощность 165. У мистического взрыва мощность больше. У мистического взрыва реликт. Мощность 280. Ну я думаю вы понимаете. Что мощность больше на большое количество процентов. И еще и атакует магии 2 раза. Это уже мы сейчас поговорим попозже. Как все это дело получается. И все. Этот скилл у вас будет учиться дальше. Как вы видите. Последний раз я его учил на 92 левле. И насколько я помню. Вроде он должен еще и учиться дальше. То есть пауэр скилла будет дальше повышаться. В общем это. Ваше самое главное атакующее имение. И это самый первый скилл. Который вам надо будет однозначно учить. Как только у вас появится книга 3 звезды. Не важно где вы возьмете. На ивенте. В акции вы крутите. Просто купите. В общем просто помните. Что это самый главный скилл. Который вам необходим. Далее идем. Зимнее обморожение. Книга 1 звезда. Для него нужна. Атакует противника магии. Мощность 201. Парализует противника на 3 секунды. Вроде как неплохо. Но опять же. Та же самая проблема. Как и со всеми остальными скиллами. У нас активными. Это слишком большое время перезарядки. Аж 30 секунд. Да. Здесь оно не фиксировано. Но все равно. Даже если у вас КДР будет там 50%. 15 секунд. Вы будете ждать пока все это дело откатится. А паралич всего будет на 3 секунды. Поэтому. Ну. Не знаю. Слишком. Слишком сложно использование этого скилла. И по моему мнению. Очень большое КД. Дальше идем. Зимние оковы. Время перезарядки 45 секунд. Еще можно сказать хуже. Лютый мороз сковывает движение. Атакует магии. Мощность 195. Временно нельзя передвигаться. Время действия 3 секунды. Ну. Так же ПВП скилл. Как и предыдущие зимние обморожения. Пауэр вроде бы большой. Вроде так же есть дебафчик какой-то. Но КДшится слишком долго. И вот это время. Которое нельзя передвигаться. Оно тоже слишком низкое. Всего лишь 3 секунды. Поэтому. Использовать исключительно в ПВП. В ПВЕ. Из-за большого КДРа. Вы будете слишком редко кастовать этот скилл. Далее у нас идет. Мятеж. Телепортирует от цели и с определенной вероятностью опрокидывает цель. На 5 секунд дальность макумений 300 не применяется, если действует мистическая честь. Итак. Что это значит? Вы просто нажимаете этот скилл на ваш таргет. Телепортируетесь назад. И на 5 секунд у вас дальность применения умения плюс 300. То есть предположим. Дальность вашего основного скилла мистический взрыв составляет 700. Если вы на самом дальнем расстоянии от своего таргета нажимаете этот скилл, расстояние между вами и вашей целью становится 1000. И вы также можете бить своего противника в течение 5 секунд. А противнику для того, чтобы бить вас, даже если у него также есть скилл, который имеет дальность применения 700, бить вас не сможет. И противнику надо будет до вас добежать. Так что обращайте на это внимание. Скилл очень, я думаю, прекрасный для ПВП. Как он работает, к сожалению, я не могу сказать. Но в любом случае, я думаю, по описанию для ПВП эта вещь очень хорошая. Далее у нас идет волшебный щит. Волшебный щит у вас заменит мистический щит. Обращаю здесь ваше внимание, что если вдруг вы сначала захотели выучить мистический щит, а потом немножко походили и выучили волшебный щит, то таблички за то, что вы выучили мистический щит, вам никто не вернет. Так что лучше сразу проучить волшебный щит. Мистический щит при изучении волшебного просто исчезнет и его проучить будет невозможно. Чем же хорош у нас волшебный щит? Отменяет 70% получаемого урона вместо 50%, который у нас был в мистическом щите. Дальше у нас оставшийся 30% урона отнимает МП вместо ХП. Эффект отменяется, когда остается 0 МП. То есть плюс-минус практически то же самое, что и мистический щит, о котором я говорил раньше. Но все равно вы получаете на 20% меньше урона относительно мистического щита. Но и на этом еще не все. Маг атака у вас будет дополнительно под этим щитом 200, время перезарядки макумений минус 400% и шанс отталкивания 30%. Это как раз нужно для скилла, который называется мятеж, который опрокидывает цель. То есть вы нажимаете волшебный щит, нажимаете мятеж, у вас еще и таргет опрокидывается, вы отталкиваетесь назад. И еще и нормально так набиваете лицо противнику, назовем это так. И самое главное, чем же волшебный щит лучше, чем мистический. При завершении действия восстанавливается 30% от макс МП. На 3 секунды получаемый урон в ПВП минус 30%. Вот это здесь очень важный критерий, что по завершению действия этого щита или после того, как он закончится, вы получаете от своего монопула 30% МП. То есть даже если вас высушат полностью в ПВП, эффект заканчивается волшебного щита, но вы все равно получаете 30% МП от вашего монопула. Это просто шикарно. То есть мистический щит вас полностью высушивает, вы не можете бить, вас убивают. А здесь еще 30% МП есть, который может вам позволить еще некоторое количество скиллов скастовать, там даже тот же слип попробовать накинуть. Ну, в общем, каким-то образом выжить. И также на 3 секунды еще и получаемый урон в ПВП минус 30%. Это тоже здорово. То есть после окончания щита и МП восстановят, и получать вы будете по лицу на 30% меньше. Но здесь еще есть основная, главная такая особенность, что расход МП для Макумени плюс 400%. Об этом не забывайте, что расход у вас будет очень сильный под действием этого волшебного щита. Но ничего страшного, зато под ним вы сможете намного лучше жить, еще и получите дополнительные приятные бонусы. И что здесь хорошо, что он откатывается, да, 5 минут, но чем больше у вас кд, тем, соответственно, откатываться будет он меньше. И его можно чуть ли вообще поставить на автоюз и, например, стоять на каких-то больших париках с мобами, где огромное количество социальных мобов, которые будут вас бить, там, лучники или маги, неважно. И вы просто будете всегда под этим волшебным щитом стоять, получать дополнительные бонусы и в конечном итоге еще и восстанавливать себе ману. Дальше Мистическая Спираль. Скилл вроде хороший, потому что мощность у него хорошая, накладывает еще отрицательный эффект. Мистическое снижение, которое одну из случайных характеристик будет у вашего таргета, по которому вы будете бить, отнимать. Да, это Сила, Интеллект, Ловкость, Мудрость, Выносливость или Дух. На рандомно минус 4 стата будет ваша цель получать. Также это Масуха и, если вы обратите внимание, написано Умение с фиксированным временем перезарядки. Это что значит, что какой бы ни был у вас КДР, этот скилл перезаряжаться будет ровно 30 секунд. Но у этого скилла есть еще одна особенность. Его можно точить. И вот когда вы этот скилл заточите на плюс 2, помимо того, что у вас еще и вот эти характеристики, которые будут отниматься, количество их будет увеличиваться. При заточке от плюс 2 эта мистическая спираль уберет фиксированное время перезарядки и его можно будет разгонять. Но здесь все так же есть одно но. Даже при КДРе 50% или больше, все равно от 30 секунд вы будете стоять и не бить этим скиллом порядка 15 секунд. Это тоже очень долго. Возможно, в ПВП это еще каким-то образом прокатит. В ПВЕ КДР надо гнать просто до небес. Я думаю, выше там 70% стараться его делать. Для того, чтобы вы могли спокойно стоять и хотя бы раз в 10 секунд этот скилл нажимать. Все равно, как по мне, слишком долгое КД. Далее, мистическая заморозка у нас идет. Атакует противника. Мощность 144. Да, мощность, конечно, небольшая. Делать замерзшее поле там, где находится цель. Замерзшее поле. Указанная область покрывается льдом. Противники, попавшие в область действия, получают состояние жгучий холод. Время действия поля 5 секунд. Жгучий холод у нас сопротивление параличию, усыплению и подавлению минус 30%. В ПВЕ маг защита минус 10%. В ПВП скорость минус 90%. И блокирует умение натиска. Время действия холода 3 секунды. В общем, вот такой вот у нас скилл. Это чисто ПВП направленный скилл. Он также кдшится 30 секунд, но не фиксированное кд. Оно разгоняется без любой заточки. Но в ПВЕ минус 10% мдфа это не так много. А вот для ПВП скорость минус 90% у вашего таргета. И еще и блокирует умение натиска. Это если что раш. То очень сильно будет влиять на вашего оппонента. Потому что он просто банально не сможет двигаться. Еще если взять в расчет, что у вас есть скилл мятеж, который позволит вам отпрыгнуть, например, от вашего таргета, а он когда замедленно еще не может на вас нажать раш в 3 секунды, это в принципе может решать. Но обращайте внимание, что все время действия, что у мятежа до 5 секунд, что у мистической заморозки 3 секунды, они все вот очень-очень маленькие. Здесь надо будет быстро нажимать кнопки успевать. Но также обращаю внимание, что это ПВП именно скилл. Как масуху ее использовать можно, но все равно КД слишком высокий, как и у мистической спирали, которую также еще надо будет заточить. И обращаю ваше внимание, что, например, мистическая заморозка еще будет потреблять 10 руды духов. Ну и 4 звезды у нас. Метеор. Метеор это, да, это самое вроде как должно быть сильное умение. У него есть еще и второй уровень изучения. Метеор мастер. Скилл, конечно, по мощности просто шедевральный. И также еще и для ПВП снижать ЦП и цели окружающих ее противников. Ну и просто выглядит анимация красиво. И атакует этот скилл трижды. Противник с отрицательным эффектом в аномальном состоянии получает больше урона. На 3 секунды маг защиты минус 30%. Вещь просто вроде как хорошая, вроде классная. Но обращаем ваше внимание, что умение с фиксированным временем перезарядки. И даже при изучении Метеор уровень мастера, это следующее изучение, куда нужна та же книга 4 звезды и дополнительно еще там 52 тысячи печати Герана, если не ошибаюсь, вам придется все равно ждать 30 секунд каждый раз, чтобы нажать эту кнопку. Как по мне, скилл шикарный, но оно того не стоит, если мы говорим, например, там о ПВЕ игре. Потому что 30 секунд ожидать КДР, ну это чересчур. Хоть и с таким большим прям уроном. Так что я бы несколько раз подумал, если вы собираетесь изучать именно эту книгу. И давайте переходить к пассивным умениям. Пассивках здесь у нас, конечно, поменьше скиллов, но они заслуживают вашего внимания. Давайте сначала начнем с владения мистической силой. Нужна книга 1 звезда, относительно это дешево. При использовании маг дробящего оружия, маг меча и ношения маг доспехов. Здесь опять возвращаемся к тому, что я говорил, что все-таки ММ будет у вас сильно зависеть конкретно от магических доспехов. Вы будете получать дополнительно 400 маг атаки, мощность маг умений 4%, ХП 400, физзащиту 400. Сопротивление отрицательным эффектом и аномальным состоянием плюс 4%. Получаемый урон от всех умений с атакой по области минус 7%. И дальше у нас идет примерно то же самое, как и шло в пассивке ускоренный прирост маны. В зависимости от максимального МП накладываю следующий эффект. Конкретно у меня сейчас мана пункт больше 20 тысяч, я получаю маг атаку плюс 500 и мощность маг умений. Ну и соответственно, чем выше у вас будет монопул, тем больше вы будете получать бонуса. И здесь обращаю внимание, что при убийстве другого игрока восполняется 2% от максимального МП. Время перезарядки срабатывания 5 секунд. То есть, если вы там в масс пвп будете убивать какого-то персонажа, вы будете еще дополнительно получать 2% от макс МП. Конечно, для мобов это было бы лучше и в пве это очень сильно бы сказалось на ношение некоторых итемов, но корейцы придумали это делать именно в пвп. И также это хорошо подойдет для использования вашего волшебного щита. Он вам также будет восстанавливать 30%. Еще если вы будете кого-то убивать, вы будете дополнительно восстанавливать 2%. Так что однозначно стоит учить. Дальше у нас развитие жизни. Двузвездочная книга. В принципе, здесь нет никаких подводных камней. Проучивайте за 2 звезды, получайте дополнительное хп. Мистический круг. Первый левел вам будет доступен бесплатно. Для второго левела вам потребуется книжка 2 звезды. Первый левел у вас будет давать практически то же самое. Единственная разница от первого левела будет в том, что первый левел вам не будет давать магатаку. И при использовании перечисленных ниже умений на уровне 4 наносит дополнительный урон мощность 145. Там будет мощность меньше на первом уровне. Что же вообще это за такой у нас скилл? При атаке какого-либо таргета, ну давайте я его сейчас даже немножечко покажу, у вас будет заряжаться этот самый магический круг. То есть я буду бить мобов. Вот у меня заряд прошел. Первый левел этого круга будет давать магатаку 300. И 100 шанс маг крита 1%, сила маг крита 1%. Это первый левел. Теперь при дальнейшей атаке круг будет заряжаться. То есть теперь у меня на втором левеле, как вы видите, статы уже выросли. Теперь давайте третий левел, еще статы выросли. И на четвертом левеле статы, вот вы видите на своих экранах, что уже статы довольно-таки приятные. И после того, как я сделаю еще одну тычку, у меня полетит дополнительная атака по цели с мощностью 145. То есть просто вы этот круг заряжаете сначала, он дает вам дополнительные бонусы. И после пятой атаки, после атаки с полностью заряженным кругом, вы еще дадите дополнительную тычку с мощностью 145. Так что учить однозначно стоит, скилл хороший, скилл приятный. Ну и теперь переходим к интересному. Сильные дети Евы. Бонус восстановления хп 5%. Здесь у меня уже он проточенный. И магатака у меня на третьей проточке 750. Шанс крит атаки маг умений 26 и сила крит атаки маг умений плюс 55. Но это щедрость от корейцев, целых 55 силы крита. Это не процентов, чтобы вы понимали, это просто плюс 55 силы крита. И шанс отталкивания 20%. Это для пвп однозначно под ваш скилл, который я говорил, мятеж однозначно стоит того. Но что здесь конкретно интересует, если вы пве игрок? Самый лучший скилл, который дает вам шанс крит атаки маг умений. То есть, никакой другой скилл вам прям вот столько не даст. И поэтому однозначно стоит точить его. У ММа очень большие проблемы с шансом маг крита. На моем бусте, конечно, уже здесь проблем нет. Ну и плюс с этой пассивкой проблем все меньше. Я, во всяком случае, могу себе позволить руны в пушку не ставить на шанс маг крита. Но в вашем случае на старте шанс маг крита будет прям оставлять лучшего. И вы будете немножечко страдать. Поэтому скилл придется точить. Для того, чтобы его точить, надо будет закидывать сюда книги, которые имеют такое же количество звезд, сколько ваш скилл. Для того, чтобы сделать один трай на заточку скилла 2 звезды, вам потребуется 3 книжки 2 звезды. Как минимум, и вы с шансом 50% заточите скилл на плюс 1. Потом также с шансом 30% на плюс 2 и шансом 10% на плюс 3. Обращаю ваше внимание, что здесь у вас может сгореть пятая точка. Во всяком случае, когда я точил этот скилл, у меня было примерно так же. Обращаю ваше внимание, что это все-таки удовольствие не дешевое. И каждый раз закидывать в заточку, можно сказать, в печку книжки, которые будут двузвездочными, это дорого. Но скилл того стоит, я скажу вам из своего опыта, что заточивайте скилл на 2, это будет достаточно. Не пытайтесь дальше попасть в 10%, если вы не обладаете безлимитной мастер-карт, потому что это будет действительно очень дорого. И переходим к реликту. Это скилл, который добавили у нас в обновлении, очень хороший скилл, о нем поговорим поподробнее. Он будет давать вам, конкретно у меня он уже заточен на плюс 3, шанс пролеча, шанс усыпления, шанс отталкивания. То есть вы понимаете, что здесь просто 2 третьих скилла, это уже плюс 30 к шансу отталкивания. То есть это здорово, если мы будем говорить про ПВП. Опять у нас идет эффект ношения магических доспехов. ХП-МП плюс 5000 и бонус восстановления МП плюс 6. И самое главное, почему конкретно этот скилл вам придется точить на плюс 3, что мистический взрыв становится мистическим взрывом реликтом. Именно таким, который у меня есть сейчас. Если вы его не заточите на 3, он у вас будет не заточен, или будет заточен на плюс 1 или плюс 2, у вас все равно будет мистический взрыв. Но как только вы его точите на 3, сразу становится мистический взрыв реликт. И именно мистический взрыв реликт добавит вам дополнительную тычку. То есть теперь у вас будет атаковать противника магией 2 раза. То есть если вы раньше били этим скиллом, у вас он бил всего лишь 1 раз, у меня теперь он бьет 2 раза. И при заточке этого скилла вы будете бить всегда 2 раза. То есть помимо всех остальных дополнительных атак, этот скилл всегда будет бить 2 раза. Однозначно его стоит точить, это прям в первую очередь. Вы можете даже забить на сильные дети Евы, если у вас будет маленький шанс крита. Там это все со временем с бустом поправится. Но согласитесь, ударить 2 раза за 1 скилл это намного лучше, чем что-то другое. Поэтому этот скилл придется точить. Как бы вам не хотелось, но вот именно он будет раскрывать вашего персонажа. И делать именно из старенького такого, сухенького так скажем мм. Именно нового мм, который вот будет бить вот именно вот таким вот образом. Это во-первых очень красиво, во-вторых это очень больно. И ваш фар вырастет ну как минимум в 2 раза точно, потому что вы будете бить больше. Это что касаемо у нас скиллов, которые были 2-звездочными, 3-звездочными, 4-звездочными. В общем все скиллы, которые у вас учатся после 7-6 левла и требуют книг для того, чтобы эти все скиллы проучить. Так что решайте сами, конкретно мне для ПВЕ игры вот такого вот билда, который я выучил, мне вполне хватает. Вот эти скиллы я уже считаю лишним и считаю их больше ПВП направленным персонажем. Поэтому если вы деретесь, у вас драки за спот или вы в каком-то варе находитесь, эти скиллы однозначно стоит вам учить, потому что они вам помогут и вашего персонажа однозначно усилят. Если же вы ПВЕ игрок, вам этого хватит. Ну и также напоминаю, что сильные дети Евы не стоит точить на 3, если у вас нет большого количества средств. А вот реликт однозначно стоит, обязательно точите. Ну и прежде чем перейти прям к бусту и рассказывать вам о том, что же должен носить ММ, что лучше брать на каком этапе, я все-таки вам расскажу немножечко о принципе автобоя. Если вы только начинаете играть, вы выбрали ММа как свой основной класс, и у вас нет, например, серьги Орфина или серьги от стакана, который поможет вам регенить ману от нанесенного урона, у вас будут проблемы с маной. Это нормально, это у всех, все через это проходили. Не переживайте. Здесь конкретно, что вам стоит понимать. Я вам расскажу принцип, просто для того, чтобы вы понимали, как работает автобой. Автобой в СНСе настроен таким образом, что он будет прожимать ваши скиллы, которые начинаются от F1, заканчивая F12 с первой панели и до 20 панели. То есть, теоретически вы можете просто здесь сделать, вот как я вам показываю примером сейчас, вы можете сделать панель из какого-то некоторого количества скиллов. Я взял просто волну воды. Сделать макрос очень простой от F1 до F9 вы используете волну воды. После того, как 9 раз вы кастанули этот скил, у вас персонаж автоматически юзнет БТМ и потом подхилится. Если вдруг вам нужен серьезный подхил, например, на каких-то мобах, которые до вас добегают, начинают вас пробивать, вы еще можете самолечение поставить и вот с такой панелькой, только не на 20, а на 1, без проблем стоять и качаться. Конкретно я это уже проверял, я это использовал. У меня есть бездонатный ссор, который стоит вот примерно с такими же скиллами. Если вдруг у вас там проучен уже взрыв стихии, который мистический взрыв сейчас называется, вы можете выстраивать также его и стоять с таким вот расположением скиллов. Также вы можете сделать и по-другому. Можете, например, если вдруг маны у вас хватать не будет на 9 прокастов скилла, вы можете БТМ перенести сюда, например, подхил перенести сюда, и третий подхил перенести сюда и по необходимости зажимать. То есть правой кнопкой нажали, у вас волна воды зажалась, самобичевание также и боевое лечение также. Но будет использоваться 4 скилла, БТМ, боевое лечение. Если нет необходимости, самолечение использоваться не будет. И потом также 5 скиллов дальше. После того, как все это закончится на F12, у вас будет также идти с F1 по F4. Если вам надо больше, например, у вас монопул, монореген позволяет делать так, чтобы вы стояли на большем количестве скиллов. Вы можете сделать, например, панельку первую с F1 по F12, на второй панельке, там также с единички до четырех, сделать также панельку из волн воды и только потом сделать БТМ. В общем, это все будет уже ситуативно, вы будете сами это все дело для своего конкретно буста и персонажа подбирать. Но самый главный вариант, чтобы вы понимали принцип, как это все работает и что можно стоять на БТМе таким образом. Так как если вы, например, уберете все скиллы, поставите только волну воды, БТМ и подхилл, у вас будет кастоваться одна волна воды, будет кастоваться БТМ и потом будет кастоваться подхилл. И самое печальное в этой всей ситуации, что вы можете просто упасть, например, от того, что вы будете слишком часто нажимать БТМ будет автобой и вы просто будете стоять без ХП и в конечном итоге какой-нибудь моб может вас добить таким образом. Так что лучше выстраивать именно скиллы вот таким вот образом. Что здесь еще является большим минусом? Так как вы можете сказать, что зачем тогда мне Орфин покупать, если я могу всегда стоять так. Не забывайте, что здесь вы теряете, во-первых, КПД, так как на то, чтобы нажать БТМ и потом еще юзнуть подхилл, вы будете тратить время, хоть это всего лишь там 1-2 секунды в зависимости от вашего каста, но на это вы также будете тратить время. И помимо этого вы будете тратить на это соски. Это тоже важно, потому что вроде сейчас, конечно, с сосками проблем уже нет, но если вдруг вы там собираетесь играть в Project EVO, то обращайте внимание, что здесь вы будете слишком много на это все тратить. Поэтому решить проблему с маной вам придется и от покупки Орфина вам, к сожалению, никуда не уйти. Ну и переходим к бусту. Самое, наверное, сложное и самое интересное, что будет вас преследовать на протяжении жизни вашего персонажа. Открываем инвентарь. Здесь, конечно, для новичков много чего страшного, но не бойтесь, это все только на первый взгляд. Начнем мы, как обычно, по классике с головы. Венец. Венец герой. Чем он у вас выше, тем лучше. Это однозначно, это понятно. И, естественно, чем больше заточки вы его сможете себе позволить, тем будет лучше для вашего персонажа. Потому что венец дает очень много. Во-первых, сам по себе это дефный итем, так как он дает большое количество МП, ХП, дефа, физзащита, магзащита. Еще и снижает получаемый урон. Но самое главное, что при заточке от плюс четырех у вас уже будет вылетать триггер на качи, называется фатальный крит удар. И конкретно вот у меня на плюс восьмом благовом венце при атаке сила крита атаки всех умений плюс 70%. И шанс срабатывания 15%, время действия 8 секунд. В общем, вещь нужная, вещь классная и обязательно стоит ее делать. Какой-то замены сейчас этого венца, к сожалению, нет. Он единственный в своем роде и от него вам никуда не деться. Дальше у нас идет шлем маны. Как вы видите, я до сих пор даже бегаю со шлемом маны. На первых порах вам будет давать им же каску. Это прям вы будете получать за квесты. Она будет у вас нулевой заточки. Ее можно будет подточить повыше. Она даст вам дополнительные характеристики. Но первым, куда вам стоит стремиться, это, естественно, взять себе шлем маны. Его можно будет купить, либо вытащить в акции, либо взять древнюю адену. Ну, в общем, как вы его будете доставать, это уже второй вопрос. Главное, что он вам нужен, потому что при срабатывании, при атаке восстанавливает некоторое количество МП. Шанс срабатывания будет зависеть от заточки. Помимо того, что он будет давать вам вот такой вот вылетающий, ну, так сказать, не триггер, это просто будет регенить ману в зависимости от шанса, да. Вы будете также получать еще дополнительные статы от заточки данного шлема. И будете получать еще и физмаг атаку дополнительную, и просто статы, которые вам очень нужны. Ну, вот именно в ПВЕ стоит стремиться однозначно к плюс седьмому шлему маны. Если позволяет финансы, конечно, можно стремиться и к плюс восьмому. Все будет зависеть конкретно от вас. В ПВП можно будет его заменить на какой-нибудь шлем защиты, потому что для ПВП он пригодится вам намного больше. Далее у нас идет маска пробивания. Сейчас есть еще альтернатива этой маске, называется маска фантома. Маска пробивания также нужна, ее также надо будет точить. Точится она отвратительно, так же, как точится венец, но вам придется ей заняться. Так как помимо еще статов, которые в ней есть, помимо того, что есть еще и мощность умений, которые она начинает давать, если не ошибаюсь, с четвертой заточки, вы еще сможете сюда тыкать ЛС и ловить полезные ЛС. Из ЛС вы можете также поймать мощность всех умений. Это сложно, это практически невозможно, но есть ребята, которые ловили, поэтому однозначно стоит. Также есть маска фантома, ее надо будет точить. Это новый итем, который у нас еще, так скажем, не прижился, и его ввели в последнем обновлении 24 апреля. И самая главная причина, почему маска фантома хороша, что от заточки на плюс семь у вас будет вылазить дополнительный моб при убийстве любых других мобов. Это очень хороший буст для вашего кача. Далее у нас перчатки идут. Конкретно я ношу перчатки без молвия, вам будут давать им же перчатки, и они очень хороши для старта, потому что они сразу дают даже не заточенные плюс 50 скорости магии, и вам однозначно надо будет бегать с ними, так как это действительно очень хороший прирост скорости магии, тем более на первых порах вашей игры, и лучше итема, наверное, для конкретно вас на старте не придумать. Также их можно будет заточить на плюс 5, на плюс 5 они будут уже дополнительно давать вам мощность маг-умений, и это очень тоже хорошая вещь, однозначно стоит точить, либо вам может выпасть купон, либо вы сможете взять его с набора, в общем, к ним стоит стремиться. Ну и при дальнейшей игре, естественно, либо вы точите эти перчатки до плюс 7, их сейчас можно найти на рынке, их много, и в принципе, я думаю, что сейчас это уже не такая прям грандиозная проблема, сделать себе седьмые перчатки, которые будут дополнительно давать уже 5% мощности маг-умений, это уже здорово. Ну, если вдруг у вас чуть-чуть больше финансов, можете взять еще и перчатки без молвия. Они также хороши, также в PvP они вам могут обязательно пригодиться, так как они будут сжигать ману вашему таргету, и еще и накладывать сало. Если вдруг вы собираетесь драться. Однозначно стоит брать их, и если вдруг каким-то образом так сложилось, что перчаток без молвия нет, им же там вам уже надоели, перчатки оглушения я брать не советую, так как они больше для физ-классов. Ну, можно попробовать взять рукавицы защиты, но все-таки мне кажется, что лучше переточенные перчатки без молвия, чем рукавицы защиты, потому что прайс у них также немаленький. Дальше давайте о сапогах поговорим, также вам будет давать в самом начале вашего пути МЖ сапоги, которые будут давать, как и перчатки, плюс 50 к скорости магии, и это очень хорошо. Но вам стоит точить перчатки, утащить сапоги до плюс 5, потому что начиная от плюс 5 заточки, сапоги будут давать вам минус перезарядку умений. Это очень важно для ММа, и об этом мы чуть-чуть позже поговорим еще плотнее, потому что вещь нужная, вещь важная, и КДРа мало не бывает. И если вы заточите каким-то образом или купите себе седьмые МЖ сапоги, то для ПВЕ этого с головой хватит, так как именно седьмые сапоги уже дают 3% перезарядки умений. Конкретно я бегаю с сапогами уклонения, бегал бы с сапогами МЖ, наверное, до конца своей игровой, так скажем, карьеры, но повезло, я вытащил в свое время их с купона и решил оставить. Также они увеличивают физмак защиту в зависимости от вашего максимального ХП, чем больше ХП, тем больше вы дефа получите, и также вот время срабатывания всех умений минус 3%. Но сапоги уклона, это больше скорее ПВП и итем, потому что у них есть положительный эффект, при получении урона физмак уклонения, маг уклонения плюс 45, и уклонения всех умений 70%. Эффект исчезает после пятого попадания по персонажу. Время действия 30 секунд, то есть если вас ударили, в течение 30 секунд, если по-моему не будут попадать, вы будете вот получать 70% уклонения от умений и 45% уклонения от автоатак. Ну и после пятого попадания, естественно, эффект закончится. Так что для ПВП вещь однозначно классная. Можно также заменять на сапоги защиты. Ну и сет. Туника защиты, у меня есть штаны защиты, хотя для ПВЕ их можно не использовать, просто в свое время, ну так скажем, из-за внешнего вида, мне просто нравится, как внешний вид сета выглядит, я взял именно его. Но на старте вам дадут мантию величия, вы можете также с ней бегать долгое-долгое время, бегать, радоваться жизни, и на самом деле все правильно, потому что мантия дает уже дополнительные статы, которые вам пригодятся, а при заточке на плюс 5 еще будут давать вам дополнительный хп-эмпэриген, которого мало не бывает. Так что однозначно можно оставлять этот итем и бегать с ним дальше. Но стремиться все равно придется. Стремиться надо будет к тунике огненного рыцаря и к штанам огненного рыцаря. Объясню почему. Вроде как, если посмотреть на первый взгляд, то оба этих итема, они все-таки больше на ПВП направлены, так как бы дают большое количество резистов. Но самое главное здесь это штаны. Штаны, потому что при заточке на плюс 5 штаны уже дают 1% перезарядки умения, о которых я говорил. Это очень важно. И опять же чуть-чуть позже вы узнаете, почему штаны нужны, поэтому этот сет вам однозначно пригодится. Если вдруг у вас нет финансов купить тушку, но вы хотите бегать в штанах, так как мантия величия, то у нас целый сет, который заключает в себе и тушку, и штаны, то штаны отдельно надеть нельзя будет от другого сета, то можете заменить на какую-нибудь любую мантию. Там Талума, например, можете себе тушку взять, она будет намного дешевле, давать какие-то статы. Это, так скажем, вариант побюджетнее. Если все-таки вам хочется бегать именно в штанах с КДР, можете, и у вас есть финансы, можете брать себе без проблем тунику защиты. Чем выше заточенная, тем лучше дает дополнительные статы. И еще и при получении урона парализует противника. Ну и при заточке от плюс 7, это уже что-то на шейховском, вы будете увеличивать еще и выносливость от этой самой тушки. Ну и не забывайте, что она дает еще увеличение МП, помимо того, что сама тушка, сама туника дает увеличение МП, сами штаны дают увеличение МП, конкретно туника защиты еще дает дополнительно МАКС МП от заточки. Так что ее можно будет точить. Чем выше, тем больше ваш монопул, а вы знаете, по скиллам я вам уже рассказал, что чем больше монопул, тем лучше для вас, и вы получите как можно больше бонусов. Ну, а штаны лучше, конечно, брать именно Огненного Рыцаря для КДРа, и чем вы их выше заточите или выше их купите, тем будет лучше для вас. Далее у нас идет плащ защиты. Чем выше он, тем лучше. Точится он относительно легко, там до плюс 5. Его там чуть ли не бесплатно будут выдавать. Помимо этого у вас есть еще и квест в ТОИ, в межсеверной зоне, которую вы будете выполнять. Каждый день и будете получать эти плащи, две штуки с рандомной заточкой от плюс 0 до плюс 4, поэтому плащ делать не проблема. Я думаю, что если вы будете играть, ну, около месяца игры и ходить в ТОИ, или будут какие-то ивенты установлены, плюс 7 плащ вы сделаете абсолютно легко. Плащ можно точить до 10, 2 десятых плаща с шансом 50% можно превратить в небесный плащ, но это уже, так скажем, на более поздних этапах игры, и сделать это относительно дорого. Пояс дракона. У меня он благословенный, пояс дракона. Также, чем выше вы его заточите, тем лучше. Желательно, чтобы его сделать хотя бы плюс 4 благим. Это надо 2 плюс 4 пояса. Взять и в особом создании зайти в благословение, здесь найти пояс дракона и сделать из него 4 благой. 4 благой хорош тем, что он уже увеличивает количество восстанавливаемых ХП, ну и МП, но это не важно, так как банок МП толком нет. Эффективное зелье восстановления ХП плюс 80 уже 4 дает, и это на самом деле хорошо, потому что вы будете просто обычной банкой, при ее заюзывании регенит себе большее количество ХП. Обычный пояс можно заточить на 5 и получить тот же самый бонус. Так что тут все зависит от вас, от ваших финансов, от вашей игры, насколько заточите, настолько заточите, но чем выше, тем лучше здесь такое правило преобладает. Оружие. Оружие у вас будет выдаваться кристалл Дэймона на первых порах, это в принципе нормальная пушка, можно бегать с ней, чем выше вы ее заточите, тем лучше, и плюс 5 уже будет для начала вполне хватать. Дальше можно будет брать себе либо плюс 7 кристалл Дэймона, либо брать уже поработитель душ билефа, начиная от 5 заточки или 0. Ну, на 5 заточить не так сложно, поэтому лучше сразу искать 5 или точить самому сходу. Можно его будет либо купить у других игроков, либо обвинять на древнюю адену. Если вы активно ходите по квестам, и вещь хорошая, вещь нужная, потому что дает дополнительные параметры инт и дух. И самое главное, что эффект от бонуса уровня здесь присутствует, чем выше ваш левел, тем больше вы будете получать физмаг атаки оружие. Подобный эффект у нас присутствует только в поработителе душ билефа и в громоломе баюма. Также сюда стоит тыкать ЛС, если вы ПВЕ игрок, то естественно на ЛС надо на мощность всех умений тыкать, чем выше процент, тем лучше. Если вы больше ПВП направленный игрок, то на силу крит атаки всех умений максимум у нас ловится 300. Если вы поймаете и тот, и тот эффект, я вас поздравляю, вы везунчик. По поводу ЭСА. ЭСА у нас в оружие можно в любое вставить 2 штуки и 1 дополнительный редкий ЭСА. 2 у нас кристалла души в оружие и 1 кристалл души Хардина, это редкий. По поводу того, на что ставить ЭСА. Это тоже такой частый, очень популярный вопрос. Я вам скажу. Я конкретно бегаю, мне для ПВЕ достаточно маг атаки и силы крит, так и маг умений. Если вы только стартанули, естественно, 1 ЭСА вы ставите на шанс крита. Потому что с критом, как я и говорил, у вас будут уже прям проблемы серьезные. С самого начала вы это поймете. И 2 ЭСА вы ставите, если вы ПВЕ игрок, вы можете поставить на маг атаку, так как с самого начала у вас будут слишком редкие криты. И увеличивать силу крита вам не так нужно будет, так как критовать вы будете, как я сказал, редко. Если вы ПВП игрок, вы ставите 2 ЭСА на ХП однозначно. Чем больше ХП, тем лучше. Если вдруг вы уже такой прошаренный игрок, можно также попробовать поставить на макс МП, для того, чтобы у вас дольше висел моношилд. И чтобы было как можно больше бонусов относительно вашего монопула в пассивках, так как напоминаю вам, что чем больше у вас будет маны, тем больше у вас будет бонусов от ускоренного прироста маны и от владения мистической силой. Так что можно и поставить на МП. Магическая способность от Хардина, естественно, там выбор у вас либо физической, либо магической способности. И также левел руны зависит исключительно от вас. Чем выше руна, тем лучше будет для конкретно вас, потому что бонус будет выше. Помимо этого, в билефе у нас еще и присутствуют дополнительные атаки. Смертельный гром билефа при атаке с определенной вероятностью срабатывает доп. атака, зависящая от маг атаки. Шанс срабатывания 13%, так как вы не бьете с руки, вы бьете только скиллами. И усиленный смертельный гром билефа при атаке с определенной вероятностью срабатывает мощная дополнительная атака, зависящая от маг атаки. С шансом 3% при атаке умения. И благословение оружия. Все посохи вы будете бегать с посохом однозначно. У вас будет при благословении верхней строчкой давать скорость атаки и скорость магии. И потом, в зависимости от заточки и благословения, вы будете получать дополнительные характеристики. Конкретно, восьмые пушки делаются именно для того, чтобы вы получали мощность всех умений 5%. Все характеристики практически для благих пушек при благословении одинаковые. Для обычных ашных пушек они на 1% меньше. То есть, что шанс крита, что мощность умений будет по 4%. Обращаю ваше мнение, что благословлять сложно, это дорого и в некоторых случаях лучше купить готовую благую пушку, нежели пытаться благословлять. Так как шанс благословения составляет всего лишь 0,5%. Если повезет, конечно, здорово, но если не повезет, то, ну, будет дорого. И здесь еще хотел бы сразу сказать по поводу одноручных пушек, потому что вопрос однозначно такой будет. Я бы не стал бы их в принципе использовать, так как сейчас вы с двуручной пушкой можете без проблем таскать символ, а однорук вам нужен только для того, чтобы вы таскали щит. Ну и, наверное, по опыту скажу, что щит вряд ли когда-то будет помогать вам даже в пвп. Поэтому уж лучше нанести как можно больше ударов с двуручной пушкой, нежели пытаться выжить там бегая щитом. Поэтому однозначно мы берем также символ. Символ вы можете начинать с любого цешного символа, дешного символа, их можно купить в геране у бокалейщика, не у бокалейщика, а рядом у NPC, которые торгуют всякими предметами оружия и доспехов. Без проблем можете купить обычный символ, либо найти на межсервере символ со статами, уже купить сразу его. Дальше однозначно символ величия и символ фатальности или защиты, это уже выбирать исключительно вам. Есть еще новый символ берсерка, но это прям уже для слишком богатых ребят и тоже можно его купить. Самое главное, что у нас есть конкретно в символе фатальности, это шанс всех крита так, как я и говорил, что проблема с критом есть, она однозначно присутствует и ее надо решать. Решать ее надо всеми возможными способами, поэтому шанс крита это самое важное. Шанс крита у вас будет даваться уже при заточке до плюс пяти. Также еще дополнительно будет даваться максимум мп, скорость атаки, скорость магии и плюс еще будут триггеры вылетать при атаке мощность всех умений 5%, шанс срабатывания 5% и положительный эффект при атаке силы всех крит так плюс 200. Тоже неплохо, шанс срабатывания 1%. Это что касаемо именно символа фатальности. У символа величия подобных триггеров нет, у него только есть шанс крита всех умений, чуть-чуть поменьше, но он тоже присутствует, поэтому можно бегать и с ним. И самое главное, надо будет ловить ЛС. ЛС вам надо будет ловить в символ, конкретно на что его ловить я словил на инт, но вы можете, например, словить на мудрость, если вам будет ее не хватать. Просто потом распределить очки в окне статов персонажа немножечко по-другому, но об этом мы чуть попозже поговорим. Но однозначно, либо инт, либо мудрость вам придется вылавливать себе ЛС. Далее идем по бижутерии. Бижутерия у нас либо серьга от стакана, либо серьга орфен, что чуть-чуть подешевле, это лучший выбор. Серьга от стакана сейчас уже стала, конечно, чуть доступнее, но все равно дороговато для новичков, поэтому серьга орфен плюс 2 это то, к чему вы должны стремиться в первую очередь. Для того, чтобы не стоять с БТМом, как я говорил, и с подхилом, потому что все-таки мана вам нужна, важна и будет необходима всегда. Если вдруг вы только начали, вы не хотите тратиться на орфена, а хотите просто посмотреть, что что-то такое за линейка диковинная, то достаточно будет относительно со старта серьги долины дракона или просто какой-нибудь другой сережки, которая будет вам давать МД. Вторая серьга, также либо серьга долины драконов, любой заточки, работать будет только максимальная заточка, ну, работать будет только высшая заточка от этой сережки, так что помните об этом. Либо ее, либо какую-то любую другую серьгу, но стремиться надо будет либо к Сергею Закину плюс 2, так как она будет давать вам вампирик в 8%, либо к Сергею Антарасу плюс 2 и выше, также будет давать вам вампирик. Это очень важные итемы, которые для вашего мага помогут. Ну и также, если вы заходите в игру по рефералке, вам будет выдаваться такая же серьга на 7 дней, так что с вампириком на первых порах проблем у вас быть не должно. Подвеска НХАСА, чем выше, тем лучше, естественно, подвеска это моя конкретно боль, но надеюсь, что вы через это не пройдете, у вас она намного легче зайдет. Вот, начиная от плюс 2, она вам будет уже резать получаемый урон, и начиная от плюс 3, будет дополнительно давать еще и силу, так и маг-умений, а начиная от плюс 4, будет дополнительно еще давать маг-атаку. И помимо этого, начиная от плюс 4, у вас будет доступна умение медитация, которое будет активным умением у вас в умениях, обычные, вот она медитация. Нажимаете ее, у вас увеличивается скорость, и каждые 3-3 секунды восстанавливает энное количество ХП и МП. Так что подвеска тоже нужна, чем выше, тем лучше. По кольцам. Кольцо Баюма, естественно, однозначно, это уже что касаемо Эпик Бижутерии. Если нет возможности купить кольцо Баюма, любое кольцо или кольцо дерзости вам поможет, даст небольшое количество физмаг-атаки, и в принципе можно будет бегать с ним. Также вместо, например, кольца Баюма можно взять себе кольцо АК, это побюджетнее, но в любом случае все равно придется к этому Баюму прийти, потому что оно дает и мощность всех умений, и скорость атаки, и скорость магии, и еще и силу всех критов. Так что вещь однозначно та, которую в будущем вам придется покупать. Кольцо Белефа. Для мага сейчас оно топовое, но если нет возможности купить себе Белефа, берете также либо кольцо дерзости, либо другое кольцо просто с каким-то количеством МДФа для того, чтобы он вам немножечко помог, либо кольцо АК, но Белеф сейчас хорош, и Белеф конкретно хорош от плюс четырех для магов, потому что после нынешнего обновления добавили еще и в плюс четвертое кольцо силы крит, так и маг умений плюс пять процентов. Это на самом деле неплохо. Ну и помимо этого в кольце до плюс четырех есть еще и также урон от зарядов души, и немножечко КДР, который вам всегда нужен, поэтому Белеф для мага будет мастхэв. Ну и на шею, либо ожерелье волокаса, которое вы должны получать по каким-то ивентам, и часто их выдают в честь обновлений, либо же ожерелье френтезы от плюс двух и выше. Если вдруг у вас есть волокас, то ожерелье френтезы только плюс два и выше. Другого брать смысла нет, так как все равно волокас будет плюс-минус таким же. Ну и естественно стремиться к более высокой заточке в будущем. Далее у нас идет брошка. Начнем с нее. Также брошь синтезируется с одинаковым левелом. Чем выше левел броши, тем лучше. В нее вы можете закинуть драгоценные камни. Берил конкретно у меня стоит. Чем выше левел, тем лучше. Оникс, чем выше левел, тем лучше. Все так же, все по классике. Рубин это относительно новый камень. Чем его выше левел, тем лучше. Лунный, Циркон и Шпенель. Все у нас идет точно так же. Чем выше левел засинтезированного камня, тем лучше будет конкретно для вас. Также еще у нас присутствуют камни Апал. Это больше ПВП вариант. И Янтарь. Также больше ПВП вариант. Или для походов на каких-то РБ, чтобы срезать немножечко дефа. В любом случае подобные камни у вас будут чуть ли не с самого начала. Вы сможете их брать через твинков, обузить каждый месяц. Об этом уже куча роликов есть на канале. Шпенель, Циркон, Оникс. Вы в любом случае сможете лутать с твинков. И еще Апал также лутать с твинков. Берил подороже чуть камушек. Вы его будете получать в будущем. Ну и Луны сейчас можно доставать либо с календаря подарков, которые у нас сейчас присутствуют. Присутствуют, например, купон на драгоценный камень. Здесь вы дают, можете сразу его прям забирать. Так что для качи этот камень пригодится. Но в первую очередь я вот на что бы обращал ваше внимание, что для вас важны будут именно атакующие камни. Это Оникс, Циркон, который будет давать силу критамок умений и Шпенель. Шпенель дает большое количество статов. И помимо этого, даже если вы будете играть без Орфина, то здесь у него есть такое замечательное умение, которое будет дополнительно восстанавливать вам 60 МП. С временем перезарядки и срабатывания 3 секунды. То есть это немножечко поможет вам регенить больше маны. Ну а так камни у нас плюс-минус одинаковые. Еще есть, конечно, бриллиант, но это уже больше про ПВП. И примерно затар камней у вас будет такой же. Просто, возможно, стремитесь именно к нему для ПВЕ. Если вдруг не будет рубина, ничего страшного. Можно заменить хоть опалом, любым другим камнем. Просто как затычку использовать. Это будет не так важно. Но главное, чтобы именно был вот такой набор. Если даже будут левел камней ниже, ничего страшного. Если выше, еще лучше. Далее у нас идет браслет для талисманов. Чем выше левел здесь, как обычно, тем лучше. Синтезируется он у нас также с одинаковыми левелами. И у нас в нем. Давайте разбираться. Талисман Острова Ада. Конкретно я его ношу по той причине, что у меня уже есть сережка от стакана. Или если есть серега Орфена, вы можете для ПВЕ отказаться от талисмана Евы. Если вы на первых порах играете, только зашли. Талисман Евы однозначно вам нужен. Так как он срезает расход МП. Это во-первых. Во-вторых, еще дает много регена МП. И эта вещь вам нужна. Как только обзавелись Орфеном от стакана, можете смело для ПВЕ убирать этот талисман. И себе покупать талисман Острова Ада. В зависимости от ваших финансов. Чем выше, тем лучше. Или фармить его самим. Синтезировать самим на ХБ каждую субботу. Либо же покупать его у других игроков готовым. Далее идет талисман Бенира. Талисман Бенира это та вещь, которая также подплавит ваши стулья. Потому что его нельзя купить. Его надо будет только синтезировать. Самый оптимальный и лучший левел это, конечно же, 28. Но это все равно звучит дорого для новичков. Поэтому в какой-нибудь акции. Иногда бывает такое, что они есть в особых созданиях. И лучше выкрутить какой-нибудь 12 и 18 левел. Потому что есть ребята, которые на этот талисман. Просто чтобы его апнуть с 12 до 18. Просто уйму денег сливали. Уйму осколков уходило. Поэтому просто готовьтесь, что этот талисман. Он очень сильно нужен, но он сильно вас, так скажем, выведет из себя. Помимо этого, помимо того, что здесь статов большое количество, они вам нужны. И без них никуда. Здесь еще, как вы видите, очень большое время перезарядки физмакумений. Оно действительно огромное. И этот талисман, ну, лучше его, наверное, просто не найти. Именно тот, который дает большое количество перезарядки умений. Поэтому придется с ним столкнуться. Так что просто крепитесь. Дальше у нас идет талисман Баюма. Талисман Баюма можно купить готовым. Его не надо синтезировать. Они относительно сейчас стали доступными. Можно купить себе плюс нулевой. Если нет возможности, не покупайте. Можете бегать без него. Но чем выше его заточка, тем, конечно, лучше. Конкретно то, что он дает нулевой, у нас видно в верхней части. Вот до статов. И потом у нас дальше дополнительный эффект. Это тот эффект, который дается от модификации. Чем выше модификация, тем, естественно, эти параметры выше. Конкретно сейчас уже его можно точить вроде до 10. Но это крайне дорого. Не знаю, кто этим вообще занимается. Также дает КДР. Также нужно. Как вы видите, что вот четвертый талисман мне суммарно уже дает 7% КДР. Плюс третий талисман дает 6% КДР. Но не обольчайтесь, потому что многие из вас могут купить себе этот талисман. Увидеть, что он точится на плюс 1 шансом 90%. На плюс 2 шансом 80%. И на плюс 3 шансом 70%. И вроде как покажется, что заточить его относительно легко. Но здесь есть еще многие но. Потому что все-таки не так все просто. И талисман очень часто у людей ломается при заточке на плюс 1. Не говоря уже про дальнейшую точку. Так что обращайте ваше внимание. Иногда купить будет его намного дешевле и легче. Далее у нас обязательно талисман скорости. Чем выше, тем лучше. Дополнительно дает дефа. Дополнительно дает хп. Еще и скорости бега дает. Ну и самое главное вылетает триггер от него. Который дает вам скорость атаки, скорость магии. И силы кред атаки, физ магии. Тоже вещь хорошая, вещь нужная. Начиная от плюс 7. Шанс. Время триггера, который у вас вылетает. Оно увеличивается. Поэтому стремиться надо к плюс 7. Но здесь с талисманом скорости проблем особо быть не должно. Если конечно вы это не я. У меня они были. Но всемирная зона, забытый сад вас ждет. И здесь однозначно, если вы новичок, сюда стоит просто ходить. Потому что там вы будете добывать эти талисманы. Далее у нас идет благословенный талисман властителя. Естественно нужен, обязательно также ходим в сады для того, чтобы его сделать. Потому что дает он слишком много и дает очень приятные статы. Особенно для именно атакующих умений. Ну и классический талисман Адена. Талисманы Адена падают в той. Иногда просто где-то могут вам упасть каких-то мобов. И потихоньку вы его однозначно заточите. Чем выше, тем лучше. Можно доточить, если так получилось, до 7-го остановиться. Потому что там уже будет самый большой бонус опыта. Относительно предыдущих модификаций. Вы уже получите целых 50% бонуса опыта. Ну и остальные статы, они идут так, так скажем, небольшим бонусом для вас. Далее у нас идут агатионы. Браслет призыва агатионов также синтезом у нас добывается. Но относительно брошки и браслетов. Этот браслет для талисманов. Этот браслет для вас имеет большую ценность, так как он дает дополнительные статы. Это очень важно. И статы лишними никогда не бывает. Поэтому, если вдруг у вас будет выбор, что же синтезировать на больший левел. Обязательно делайте это с браслетом. В браслете у нас однозначно тут как бы классический набор практически всегда будет. Единственное, что вместо, например, агатиона и яйцо дракона у вас будет агатион прочелла на первое время. Который будет давать вам скорость атаки, скорость магии и понижать расход МП. В будущем на каких-то акциях, ивентах можно будет это яйцо получить и его также точить. Агатион Игнис, агатион Радости, Небулы и Петрам у вас должны быть. И вы их будете лутать с твинков, кроме, по-моему, Небулы. Небулу также можно найти, например, Свалока в любых других акциях. И также его точить. Он имеет для вас большую ценность, чем все остальные агатионы, потому что, во-первых, он дает шанс крита всех атак и дает время перезарядки умений. Это тоже очень важно. Мне удалось его сделать на 10. Ну, это уже просто рандом. Но у вас чем выше будет его модификация, тем лучше. Но я вам скажу по своему опыту, что на плюс 7 сделать подобный агатион не так сложно. И благодаря ивентам это можно будет спокойно сделать. Игнис и Петрам у нас дают физмак-атаку, физмак-защиту, соответственно. И агатион Радости вам дает дополнительный бонус опыта. И начиная от более высоких модификаций, будет давать вам еще и ХП, МП, ЦП. То есть повышать вашу плотность. Но агатионы нужны, и вы рано или поздно их заточите. Мне кажется, агатионы это самый такой лайтовый слот, который есть конкретно вот в нижней части вашего инвентаря. Переходим дальше. Татуировки. Тоже очень важная вещь. Татуировки нужны, важны. На первых порах у вас будет доступно 3 татуировки. Для того, чтобы получить возможность нанести 4 татуировку. У вас есть, я его уже показывал. Здесь скилл, в пассивках он должен быть. Называется «Расширенный потенциал красок». Эта книга покупается, она, к сожалению, нигде не дропается. И добавляет четвертую ячейку для узоров. Так что в будущем эту книжку можно купить. Но на первых порах она вам не нужна, так как все-таки это слишком дорогой для новичка ИТа. Первые татухи, которые вы будете ставить, скорее всего будут на мудрость. У меня здесь уже ставят на интеллект, так как у меня достаточное количество статов. И мне мудрость уже не нужна. Вы зададите вопрос, наверное, почему у меня стоит еще и краска на выносливость и зачем она мне. Объясняю. С каждой татуировки, которая вам будет давать эффекты, помимо того, что каждая татуха будет вам давать дополнительные статы. В моем случае каждая дает интеллект плюс 5. Помимо этого интеллекта плюс 5, вы видите, что в статах есть еще магатака 325. Вот, например, в 15-й татуировке 325, в 12-й 250, в 20-й 450, еще и шанс крит атаки маг умений 3%. Вот эта магатака, которая дается с каждой татухи, она не будет суммироваться, а будет работать только от максимальной краски. Вы будете получать с каждой абсолютно краски статы, но вот именно дополнительные характеристики магатака будут вам даваться только от татуировки большего уровня. Поэтому я для себя поставил еще одно татуху на вын, чтобы получить дополнительное дефо и еще в зависимости от заточки татуировки вы будете получать дополнительный эффект. Как вот, например, у меня получаемый урон от физ умений минус 1,5%, а здесь шанс крит атаки маг умений 3%. Обращаю ваше внимание, что татуировка самая оптимальная для вас, это будет 3-го левла, так как на 3-м левле вы уже будете получать 4 стата с каждой татуировки. То есть вы ставите 3 татуировки и получаете 12 статов, те, которые нужны конкретно вам, будь это 12 инты или 12 мудрости. Если же вы уже будете развиваться дальше, татуировки можно будет апать и на 11 уровне тату вы будете получать уже 5 статов. То есть с 3 татух можно будет получить 15 инты или 15 мудрости. Это очень нужная вещь, очень важная и их надо будет делать. Сейчас татуировки немножечко проще стало прокачивать, так что это просто будет у вас, так скажем, вопросом времени, к которому вы все равно рано или поздно придете. Помимо апа самих татуировок, есть еще и скрытая сила этих самых татуировок. В зависимости от ячейки, в котором установлена татуировка, вы здесь будете ее еще и прокачивать с помощью порошка. Порошка определенного, его также можно будет получать в ивентах, в акциях, в общем все это вы можете сделать. Например, на первом слоту у вас будет выбор, либо физмагатака, либо физмагзащита, либо скорость атаки, скорость магии, в зависимости от того, что вам нужно. Вы можете выбирать здесь, когда угодно, переключайте, это абсолютно не важно. Конкретно мне нужна физмагатака, я ее и беру. Здесь также обращаю ваше внимание, что у меня 1000, у вас будет здесь меньшее количество магатаки и все будет зависеть от того, насколько вы татуировку прокачаете. Если вы прокачаете ее на первый левел, вы получите физмагатаку плюс 50. И также обращаю ваше внимание, что уровень скрытой силы должен соответствовать вашей татуировке. То есть, что это значит? Это значит, что когда вы будете прокачивать, например, третью краску до четвертого левла, то есть у вас краска третьего левла, вы будете качать ее до четвертого левла, вы не будете получать бонус физмагатаки 200. Вы также будете получать физмагатаку 150, то есть следующий уровень у вас откроется только тогда, когда татуировка, на которой вы эту скрытую силу качаете, достигнет этого левла. Например, как вот у меня. У меня татуировка 12 уровня, она у меня прокачана здесь на максимум, если я прокачаю на 13 уровень, видите, здесь замочек. То есть, я не смогу использовать этот бонус и качать мне конкретно выше, пока я не апну татуировку, смысла никакого нет. Скрытую силу. Далее у нас, во второй ячейке бонус урону от всех умений, либо получаемый урон от всех умений, также качается, чем выше, тем лучше. Сейчас еще и скрытую силу после обновления можно качать аж до 30 левла, и вот на 30 левле получить бонус урон от всех умений плюс 15, или получаемый урон от всех умений минус 15%. Третья татуировка на силу крита, либо шанс крита можно ставить, получаемый урон, либо шанс получения крита. Здесь также очень важно, если вдруг вам не хватает крита, шанса крита, то вы здесь можете вместо силы поставить шанс, и соответственно этот шанс будет у вас отражен уже вот здесь. То есть, вот 413 у меня сейчас с шансом, если я шанс убираю, у меня становится 395. Так что это тоже может вам помочь. И четвертый слот, это когда у вас уже появится потенциал красок. Здесь также можно выбирать, я его качаю больше всего, так как, по моему мнению, это лучший вариант. Здесь урон от заряда души, сопротивление урона от заряда души, снижение урона, игнорирование снижения урона и шанс аномального состояния. Почему я отдал предпочтение конкретно этой краске, объясню. Потому что третья краска силы крита вроде здорово, это параметр, который нам нужен, нас интересует. Но маг не будет никогда критовать шансом 100%. К сожалению, в версии эссенс есть ограничение внутреннее, и для всех магов, исключением новый класс дух, у нас ограничен шанс крита в 50%. Чаще чем 50% маги критовать не будут. Поэтому я сюда особо не упарывался, я конечно эту краску качал и буду качать, но отдаю предпочтение все-таки 100% урону от заряда души. Так как неважно, кританете вы или нет, этот урон всегда будет бонусом идти к вашему ДПСу. А сила крита все-таки будет работать с шансом 50%, так же как работает ваш крит. С татуировками вроде мы тоже с вами разобрались, давайте переходить дальше. Дальше у нас идут куклы. У вас уже на, например, новых, новосозданных персонажах вот этих вот кукол не будет, потому что все они были заменены, и теперь они находятся вот здесь. В менюшке куклы, это теперь у нас называется шкаф с куклами, здесь у вас будут выдаваться какие-нибудь таблички с прокрутами, их можно купить в магазине или будут выдаваться по ивентам. Сейчас вот они доступны, можно купить купоны призыва куклы или купон призыва куклы 11 раз или 1 раз. В общем, система так же как на Мэйне или в L2M, если вы играли, вы, я думаю, поймете, что рандомно выпадают куклы, эти куклы у вас помещаются в определенный шкаф. И здесь их можно либо синтезировать, например, собрать 4 куклы разного вида или одинакового вида, но одного грейда и попробовать сделать грейд выше. И так далее, 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 вплоть до конечной мифической, которых у меня сейчас на данный момент нет. Все эти куклы у вас будут лежать вот здесь вот в шкафу, и каждая кукла будет давать характеристики. Чем выше уровень куклы, тем будет больше даваться характеристик. Ну, вот вы видите, например, что улучшенная кукла Айзен Келсур дает сопротивление по давлению 2%. Другие куклы также будут давать эффект. Ну, как я сказал, чем выше уровень куклы, тем лучше. Помимо этого, есть еще коллекция здесь с куклами, и она также будет постепенно у вас заполняться, как вы будете эти куклы выкручивать. Куклы также можно будет затачивать здесь вот. И также можно будет добавлять либо в коллекцию куда-то, в коллекцию, что они добавляются автоматически, их не надо прям сюда засовывать. Просто если кукла этого уровня у вас появилась, это из-за точки, то она автоматически засчитывается как та, которая пойдет в коллекцию. Ну, и также обращаю внимание, что синтезировать можно только дубли. То есть, если у вас кукла, например, вот как у меня, кукла Айзен Келсур, она в единственном экземпляре, у меня нет на нее дублей, в синтезе ее также не будет. Те куклы, которые у вас есть дубли, снизу вот написано X1, X2. Система новая, поэтому пароваться в нее не стоит. Вам все равно будут выдавать подобные карточки. Например, сейчас в календаре подарков уже были подобные карточки. Вот, например, купон призыва куклы обычно исключительно один раз. Дальше также будут такие же купоны. Вот 11 раз, 11 раз. И я думаю, что в будущем всякие ивенты будут вам приносить эти куклы. Но если вы имеете возможность, эти куклы также можно купить на межсервере. Они пока продаются, и они будут засунуты в этот шкаф сами по себе, если их из инвентаря не убрать. Будут засунуты аж то ли в июне, ну в общем, чуть-чуть попозже автоматом их просто все туда добавят. Но пока их можно синтезировать именно на руках. Конкретно вас больше всего интересует на первых парах, естественно, кукла Орфен. Чем выше, тем лучше, потому что она дает маг-атаку, силу маг-крита, еще и максим-п дает. В общем, все характеристики, которые вам больше всего нужны, она здесь дает. Далее, наверное, бы я выделил куклы, которые будут, скорее всего, в одном ряду по полезности. И вряд ли из них можно что-то прям выделить, потому что они все нужны. Это кукла Фринты, которая дает все статы, в зависимости, естественно, от уровня этой куклы. Дает все статы и мощность их умений, скорость таки, скорость магии, скорость бега. Кукла Закина, которая дает вам силу крита, дополнительный еще эффект эффективной зели восстановления хп и дает вам дополнительный вампирик. И кукла Баюма, которая дает вам КДР, время перерядки умения, о котором я говорил. И физмаг защиту, также дает дополнительно всякие сопротивления. Вот эти куклы, они в одном ряду, и прям что-то выделить из них такое, что было бы лучше, чем что-то предыдущее, ну, к сожалению, нельзя. Помимо этого, у нас еще есть кукла Чудовища. Это что касаемо дорогих кукол. Кукла Чудовища, кукла Антараса и кукла Клакиса. Это уже такие относительно дорогие куклы. И вы их можете покупать только если у вас прям большой бюджет. Можно их купить готовыми. Они дают куклу Клакис, соответственно, урон от заряда души и физмаг атаку, оружие, а также восстанавливает небольшое количество МП. Кукла Чудовища дает нам силу Критаки всех умений, игнорирование, снижение урона и сопротивление удержания. И кукла Антараса, это чисто дефная кукла, дает статы, дает сопротивление и режет получаемый урон по нам. Также к ней можно отнести, ну, это по полезности. Скорее, кукла Ядра является относительно дешевой, но мало полезной в ПВЕ, так как получаемый урон от Крит Атаки всех умений режет и шанс получения Крит Атаки от всех умений, минус 10%. Почему она не такая полезная? Она больше для ПВП. В ПВЕ все-таки, да, бывает такое, что мобы критуют и эта кукла будет действовать на эти криты. Но это происходит не так часто и не так сильно это нужно. И самая новая у нас кукла Андреас Ван Хольтер, которая дает физ и маг Атаку плюс 1000 и шанс получения Крит Урона от всех умений минус 3%. Она относительно новая, сейчас ее где-то прям напрямую достать сложно, только возможно выкрутить в этом самом шкафу. Но вот эти все куклы на данный момент, я думаю, вот до лета еще можно будет купить без проблем на межсервере. Зайти на межсерверную торговлю, здесь в разделе снаряжения, в разделе прочее и найти куклу, которая вам необходима. Их еще можно купить готовыми и синтезировать именно ту куклу, которая вам больше всего нужна. Потому что в будущем, чуть-чуть попозже, к сожалению, такой возможности уже не будет и нельзя будет прям определенную куклу выбрать и синтезировать. Поэтому вот все будет зависеть от вас, насколько сильно вам это будет сейчас нужно. Ну, переходим дальше. Дальше у нас стихийка. Стихийки, буквально пару слов скажу, так как это все-таки такой, наверное, больше общий материал, нежели конкретный, который подходит под данный класс. У вас будет 4 вида стихий, которые будут прокачиваться. Также стихия у вас будет 1 звезда, потом с помощью камней эволюции, которые теперь у нас добавили. И их можно выкрутить где-то в разделе вот другое за адену с шансом 20%. Любой камень за 10 миллионов адена можно выкрутить и апнуть эту самую стихийку. Стихийку мы качаем сначала атаку, потом силу крита. И только последок, если остаются очки, вы качаете шанс крита. И именно в такой последовательности и именно каждую стихийку, которая у вас есть, вы должны прокачивать именно так же. Конкретно упарываться в какую-то стихийку, идти в локацию, где эта стихийка качается, я не вижу смысла и не советую и вам, и я лично так не делал. Потому что все равно вы будете ходить по разным локациям, качаться в разных абсолютно местах и будете там все это дело прокачивать и уже апать по мере необходимости. Например, у меня было так, что в одном патче я стоял в ГЦ, там был огонь, и я вот прокачал огонь. Потом у меня там было, что я стоял на Ракшасах, я прокачал полностью Духа Воды. Ну и так далее, по всем стихийкам вы будете все равно ходить и качать их со временем. Главное помните, что сначала качаем атаку, потом силу крита, потом шанс крита. Переходим к коллекциям. Вещь крайне мерзкая, сразу предупреждаю, но нужная для вашего класса однозначно и ей придется заниматься. Как бы не хотелось, я бы советовал вам не запускать данный кусок контента, потому что потом вы будете тратить огромное количество часов, именно реальной вашей жизни, на заполнение некоторых коллекций. Поэтому лучше их постепенно, потихонечку заполнять. Сразу скажу, забегу немножко напрямую, чуть-чуть дальше. Скажу, что, например, есть у нас вот такие вот итемы, сейчас их выдают в календаре подарков, купоны выбора предметов для коллекции в честь обновления. Здесь можно некоторые предметы в коллекции просто поменять. Так что обращайте на это внимание, такие итемы в последнее время выдаются. Что вас конкретно интересует в коллекции? В любой коллекции, в любой вот подпункте вы можете зайти и выбрать, что вам больше всего необходимо. Естественно, нас здесь больше всего интересует бонус регена МП на первых парах. Он вам хоть отчасти будет помогать. Дальше вас будет интересовать статы. Чем больше статов, тем будет лучше. Здесь вас будет интересовать и сила, и интеллект. Они все куклами заполняются. Либо можно будет заполнять за древнюю Адену, которая будет формиться. Либо купонами призыва, которые также можно будет либо купить, либо выформить. В общем, эти все коллекции будут заполняться. Ну и все остальное по типу магатаки, мощности умений, силы магкрита, шанса магкрита. Это все будет вас интересовать, и вы все это должны будете заполнять. И это будет давать вам пассивный бонус. Причем будет давать не только на персонажа, но еще и на аккаунт. Это тоже очень важно. Ну, естественно, не надо забывать про дефтные коллекции. Короче, все, что здесь есть, по мере необходимости, от самых дешевых до более дорогих коллекций, вам придется заполнять, и вы это будете делать на протяжении всей своей игры. И на самом деле, бонусы, которые вы потом будете получать, они довольно приятные. Даже вот сейчас можно посмотреть. Сила магрита умений 600, магатака 1300 дополнительная, 1200 МП отсюда идет, и так далее. Вот там, Мафис защиты 2358, это идет на весь аккаунт. Вот напоминаю, статы дополнительные, вот выносливости 6, духа 5, у меня идет мудрости 2, интеллекта 2, и так далее, так далее. Это вот все, что вас интересует. И вам еще нужно будет обязательно заполнять время перезарядки умений. Чем выше и чем больше в эту коллекцию заполните, тем будет лучше для вас. Оно вот здесь тоже можно выделить, найти какие коллекции сюда относятся, и суммарно за все заполненные коллекции вы сможете получить 5% перезарядки умений. Но я вам настоятельно все-таки советую заполнять все постепенно и не откладывать все на последний момент. С бустом мы разобрались, разновидности буста, я думаю, вы поняли, и весь масштаб происходящего. Теперь давайте поговорим о том, что же этот буст нам будет качать, а именно о статах персонажа. Это то окошко, которое вам будет помогать с тем, насколько сильно вы будете буститься. Итак, самое главное в первоначальном вашем задании, когда вы будете играть МММ, это, естественно, выкачать мудрость до 40. Возможно, она у вас будет относительно приближена к 40, и за каждый левел вы будете, начиная с 7-6 левла, получать дополнительный очко характеристик, который вы будете закидывать в любое место, куда вам больше всего хочется. Но мудрость надо будет делать больше 40, для того, чтобы вы получили шанс крит-атаки маг-умений плюс 50. Который идет вот сюда. Мы сейчас о нем поподробнее поговорим тоже, конечно. И потом также вам нужно будет добить обязательно 50 мудрости, для того, чтобы получить время перезарядки маг-умений минус 10%. Это вот важные вещи, но плюс 50 мудрости вам надо будет качать только в том случае, когда вы зайдете в детали, зайдете здесь во время перезарядки умений, и здесь увидите, что у вас время перезарядки умений порядка 48-47%. Только тогда вам надо будет делать 50 мудрости. Объясню почему. Потому что, чтобы стоять нормально на одном скиле в эссенсе для любого класса, вам достаточно 52% перезарядки умений. К сожалению, сейчас, так как у нас систем-чата нет, это никак не проверить. Но если вы просто будете стоять на одном скиле, вы будете видеть, что и у вас будет мало КДРа, вы будете замечать, что у вас персонаж немножечко подтупливает. То есть у него есть какая-то слишком большая разница между нюками, и вы слишком много времени простаиваете. Это значит, что у вас просто недостаточно КДРа, и время перезарядки умения не хватает конкретно для вас на данный момент. У ММ, конечно, есть выход из этого положения, как и у любого элементаля. Вы можете использовать помимо мистического взрыва еще и волну воды. Вы можете стоять на этих двух скиллах, пока у вас нет 52% КДРа. Но почему так стоять? Как бы вроде хорошо, но с другой стороны не очень, потому что все-таки мистический взрыв имеет большую мощность, нежели имеет волна воды. Поэтому все-таки хочется стремиться к тому, чтобы стоять именно на мистическом взрыве. Итак, и почему я сказал про 47%? Спросите вы, потому что вот эти 10%, которые вам даст 50 мудрости, они не фактические, они будут вычисляться от базы. И конкретно эти 10% это вот примерно 5%, которые пойдут вам в зачет. Корейцы хитрые, они все делают конкретно от базы. Они не любят все это вычислять по-другому. И чем больше, естественно, будет ваш КДР, тем будет лучше для вас. Но напоминаю, что все-таки надо сделать сначала 47%. Если 47-48% перезарядки умения у вас нет, то лучше оставить 40 мудрости, все остальное закинуть в инт. Если все-таки статов у вас много, вот как у меня, например, то, естественно, вам надо будет стремиться к мощности маккумений 10%. Это тоже очень важный пункт, и до него можно дойти. Эликсиры вам также помогут в будущем, которые вы будете выкручивать за порошок, либо донатный, либо тот, который выдают в ивентах на халяву, и вы просто попадете в 5%. Это все можно будет сделать, и со временем вы наберете нужное количество статов. Но самое главное, это 40 мудрости, это просто константа, которая у вас должна быть. Далее. Далее мы поговорим с вами о шансе маккрита. Потому что некоторые до сих пор как бы ошибаются, смотрят шанс крита вот сюда, шанс крит атаки маккумений, видят здесь цифру 50, например, процентов, так как это кап, и думают, что все, у меня кап крита, все, я могу крит больше не качать. Но это не так, все вот эти умения шанс крит атаки, они просто прибавляются к вашей базе. И конечный крит вы можете наблюдать вот здесь. Вот именно когда, чем здесь будет больше цифра, тем больше будет шанс вашего крита. На эту тему я уже снимал огромное количество роликов, можно посмотреть на канале. При должном бусте, при каком-то хорошем заряженном бусте, вам будет достаточно вот такого шанса крита, и здесь 400 с копейками в деталях, и вы будете критовать практически всегда. Ну, вы будете, можно сказать, практически перебивать кап, и 50% у вас будет постоянно, и будете критовать просто замечательно. Но всегда обращайте внимание именно вот сюда. Потому что если мы, например, сейчас снимем какой-нибудь агатион Небула, который дает по факту 22%, здесь мы увидим изменение стало вообще 73, а здесь в изменениях у нас 358, да, надеваем его обратно, становится 395, почти 40. Вот вам, в принципе, и разница. Так что обращайте внимание именно на вот эту цифру, и эта цифра будет служить вашим именно показателем шанса крита. Естественно, помимо перезарядки умений, шанса крита вас будут интересовать и другие моменты, такие, например, как сила крита атаки. Сила крита атаки маг умений, она у вас будет вот здесь вот указана. Когда венец будет влетать, она будет у вас больше, чем выше этот параметр, тем лучше. Он также разгоняется благодаря кольцам, коллекции, в общем, всему тому, что будет давать вам сила крита. Это также очень важный параметр, на него стоит обращать внимание. Вообще, у любого мага самые главные параметры это наносимый урон, сила крита, мощность умений. И только дальше, в конечном итоге, идет маг атака, потому что в конечной формуле урона для любого мага, маг атака находится под корнем. Вот такие корейцы хитрые и недолюбливают магов. Поэтому обращайте ваше внимание на то, что маг атака влияет на ваш конечный фарм меньше всего. Но у маг атаки есть еще другое свойство. Ее легче всего и проще прям намного разогнать, так как практически в большинстве предметов будет присутствовать и маг атака. В ЛСах вы будете ловить много маг атаки, в коллекции вы будете довольно-таки легко добавлять эту маг атаку. И она у вас будет разгоняться сама по себе. Но просто помните, что если перед вами будет стоять выбор, что выбрать, маг атаку или силу крита, мощность умений, там наносимый урон, маг атака должна быть на последнем месте. Всегда выбирайте силу крита, мощность умений или же наносимый урон. По поводу прокачки еще стоит, наверное, сказать. Каких-то проблем здесь у вас быть не должно. Вы будете практически до 76-го идти по квестам, вас приведет игра и дальше у вас не должно быть каких-то сложностей с вопросом, где мне стоять. Естественно, все будет зависеть от вашего буста, но самый лучший способ проверить там, где вам стоять, это открываем телепорт. Например, вы апнули 76-й левел. Вы открываете, к примеру, Арен, видите, что здесь долина ящеров, есть 76-го левела. Дальше вы там открываете Дион, видите, что башня Крумы вроде тоже 78-го левела. Открываете Геран, видите, что долина драконов тоже вроде 78-го левела и плюс-минус вроде вы такой человек, который везде может стоять. Но, как бы, для того, чтобы понять, где вам лучше всего стать, вот вы выбираете из, например, вот этого пула локаций, который я перечислил, долина драконов, долина ящеров и башня Крумы, вы в каждую из этих локаций заходите, открываете меню, персонажи, становитесь на кач, делаете сброс, смотрите за час полученное количество опыта, полученное количество аден, сравниваете все эти три локации, где у вас выйдет большее количество опыта и большее количество адены, там вы, естественно, и остаетесь стоять. И в зависимости от вашего дальнейшего буста, когда вы будете этот буст себе наращивать, вы также будете сравнивать с другими локациями, также будете апать левел и так далее, так далее, будете также все сравнивать. Это самый лучший вариант и самый лучший способ для того, чтобы понять, где же вам все-таки стоит стоять и где самый профитный фарм для конкретно вашего буста и вашего левела. Я рассказал вам все, что я знал о магистре магии, надеюсь, эта информация вам помогла и будет для вас чем-то важным, надеюсь, все-таки здесь были какие-то умные мысли для вас. Если остались какие-то вопросы или дополнения, обязательно пишите в комментариях, будет интересно почитать, подискутирую. Если вдруг я что-то забыл, также пишите там, или если вдруг будут какие-то прям серьезные вопросы по материалу, который вы сейчас прослушали. Надеюсь, это видео вам понравилось, вы не забудете поставить пальчик вверх, подпишитесь на канал, если вы здесь впервые. В описании у меня есть ссылка на телеграм, там дополнительно проходят розыгрыши, выходят все анонсы, и в описании есть ссылки с бонусами. Если захотели попробовать версию Essence, или вам по душе больше Main или Legacy, переехайте по ссылке, регистрируйте аккаунт и получайте дополнительные бонусы, которые облегчат вашу прокачку. Также в описании есть ссылка на новооткрывшийся Project Evo. Переходите, участвуйте, открылись сервера совсем недавно, залетайте, смотрите. Ну а с вами был Душа Молодой, я желаю вам всего хорошего, доброго, светлого, нефильтрованного или темного, кто как пожелает. Удачи вам, и самое главное, не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok